Здравствуйте! Это Вестник Русского и Географического Общества в Республике Башкортостан и я его ведущий Рустам Серазидинов. В этом году старейшей общественной организацией России, Русскому Географическому Обществу, исполняется 175 лет. Оно было основано в 1845 году императором Николаем I. Главной задачей РГО в то время было освоение новых земель, научное исследование, составление карт и описание новых географических открытий, изучение культуры и обычаев народов. Сегодня к этим задачам прибавились новые. Прежде всего это пропаганда географических знаний и воспитание любви к родине, патриотизма, охрана окружающей среды. Наша программа через социальные сети обратилась ко всем, кому не безразличны эти ценности. К тем, для кого география дорого, как школьный предмет и как наука. Давайте послушаем этих людей. Как я увлекся географией? Конечно, это в первую очередь школа, школьные походы, учителя географии Кириков Василий Иванович и Фаруза Нургалеевна Газизова. Я никогда не забуду первые походы, которые были столь романтичные. Это пешие походы на озеро Кондрыкуль, Аслыкуль, где мы знакомились не только с самим озером, но и с селениями по пути следования. Это было так увлекательно, и просто путешествие доставляло громадные условия, удовольствие. Что касается дальнейшего, почему же возникла тяга к путешествиям? Ну, это, конечно же, наверное, нормальное стремление любого человека познать те места, увидеть их, которых не бывало. Жизнь не такая уж длинная, чтобы не использовать моменты для изучения нашей прекрасной планеты. Чем я, собственно говоря, занялся? Первое путешествие серьезное состоялось в Южную Америку, Перу, Анды, восхождение в горы, далее увлечение горами. И после этого, конечно же, туристические маршруты по многим и многим странам мира. И вот уже на протяжении полутора десятков лет я не упускаю ни одной возможности побывать где-то именно в разных уголках нашей чудесной планеты. Я счастливый человек, потому что судьба дала мне возможность реализовать себя не только как учитель, как турист, как краевед, как природоохранник, но и дала возможность творчески подойти и внести свою лепту в благоустройстве самых важных географических объектов нашей республики. Стало скучно? Изучайте географию. Стало грустно? Изучайте географию. Стало страшно? Изучайте географию. Влюбились? Изучайте географию вместе. Что значит география в моей жизни? География – это любимый урок. Один из любимых уроков в школе. Мне нравилось раскрашивать контурные карты на уроках географии. Изучать страну по картам географическим и весь мир. Есть такое слово «судьба». Вот эта судьба забросила меня на Дальний Восток. 18-летний парнишка попадает в Владивосток, и я вижу город, который когда-то видел на карте. У причалов стоят корабли, на рейде стоят корабли. Это, конечно, завораживает. Представляешь, как они уходят в дальние походы, в дальние страны. И тут я принимаю решение связать свою жизнь с флотом. Попадаю в Хабаровск военное училище. Это шикарный, красивый город, который стоит на берегу Амура, который тоже когда-то я видел только на картах. Широкая, большая русская река. И опять судьба забрасывает меня после окончания училища уже на Камчатку. Я попадаю на службу, супер засекреченная в те времена, пятая Тихоокеанская иконографическая экспедиция. Это дальние морские походы. Это океан Тихий. Это Санкарский пролив, пролив Лаперуза. И все это я когда-то видел на картах. А тут я увидел своими глазами. Все-таки я считаю, что география – это великая наука. Она очень интересная. Изучайте ее. Изучайте историю страны по картам географии. Это очень интересно. Я являюсь действительно членом РГО – Русского географического общества. Свою любовь к географии родного края и вообще СССР мне привела моя первая учительница Ольга Северновна. Когда у нас был первый урок географии, она зашла в класс, мы посмотрели карту, которая висит. Было интересно, конечно же. Но мы думали, что это скучный предмет. Она задала вопрос. Кто-нибудь читал, или верно? Ну, естественно, мало кто у нас читал. Но мне было интересно, почему все-таки Жюль Вера. Когда я уже пришел на следующий урок и сказал, да, я прочитал кое-что там, даже не кое-что, а пару рассказов, она сделала для меня открытие. Сказала, что, а вы представляете, Жюль Вер написал все эти рассказы, сидя дома. И он знал географию настолько, насколько он мог действительно написать это. Так вот, меня это заинтересовало. Как так? И мне стал интересен этот предмет. Мне стало интересно, где находится Черное море. И я понял, насколько огромна наша страна с СССР тогда. Я понял, где находится Северный Ледовитый океан, Мариан-Ар, где находится. Насколько у нас прекрасные реки и озера. Насколько у нас действительно великая наша страна. Что значит для меня география? На этот вопрос, пожалуй, я отвечу очень коротко. География для меня – это все. Мое такое отношение к ней, наверное, было предопределено тем фактом, что я родилась и выросла в одном из самых красивых районов республики, в Авделиловском районе, где четко выделяется и горно-лесная зона, и лесостепная, и степная, где очень много озер. Например, самое глубокое озеро республики – озеро Банное, озеро Суртанды, где известна стоянка человека эпохи Палеолита, Молдаку или Соленое озеро, куда приезжали раньше все лечиться, гора Караташ, хребет Курятмас, куда мы любили бегать в детстве по этим горам, собирать ягоды. Могла бы я поменять свою профессию? Конечно, я бы не согласилась менять профессию, потому что мне кажется, быть связанным с географией – это самое интересное, самое замечательное, что может быть. Кстати, а что думают о географии подрастающее поколение – школьники и студенты наших вузов? Учительница географии из второй школы села Исенгулова, из Дианчуринского района, Алия Каримова отправила нам выступление сразу трех своих учениц. Вас приветствует Карабаева Камиля, обучающаяся 10 класса. География является для меня очень важной наукой. Благодаря географии мы изучаем разные страны, нашу землю в целом и многое другое. Это одна из древних и очень увлекательных наук. Уроки географии были очень познавательными, но сейчас со всей сложившейся в мире ситуацией мы не можем ходить в школу и посещать уроки географии. Поэтому во время карантина бывает время, когда не знаешь, чем себя занять. Но я не унываю. Я начинаю изучать карты, то есть страны, города, моря и многое другое. Так карантин проходит более увлекательно. А также карантин – это еще одна возможность уделить время изучению географии. Здравствуйте, я Рафикова Адалина. С географией знакома с пятого класса. Во-первых, хочу сказать, что география – это наука про нашу планету. Для меня эта наука очень важна, потому что она необходима. Материки, океаны, страны – и все это очень нужно для людей. Благодаря изучению географии человек узнает о строении своего родного края и получает информацию о политической обстановке в других странах. Также человек может определить свое местонахождение или же местоположение каких-либо объектов, таких как океан, материки и тому подобное. На географии мы изучаем культуры, традиции разных стран. География рассказывает нам о том, как устроены те или иные объекты. Например, зная типа облаков, мы можем сказать, будет дождь или же нет. Такого рода знания помогают человеку понимать природные явления. Мы начали изучать географию в прошлом году. Мы уже много узнали о том, как устроена наша планета Земля. Мы познакомились с самыми выдающимися открытиями людей, узнали много о великих путешественниках. Очень интересно изучать нашу планету, если смотреть на глобус или на карту. На глобусе хорошо видны континенты, моря и океаны, северные и южные полюса. Изучая географию, я больше узнаю о своем земном шаре, о его строении, о разных странах и континентах. Именно география дает мне понять, что и где находится, и кто где живет. Это очень полезная и интересная наука, которая, несомненно, пригодится в будущем. Здравствуйте! Меня зовут Кукану Глеб. Я ученик 9 класса школы Мубусош-Сватазорова Дианчуринского района Республики Башкортостан. Предмет география очень важен для меня, так как мои первые достижения были именно в этой области. Мы с моим преподавателем, Кукановым Александром Владимировичем, сделали целую семейную исследовательскую работу, которая называлась «Фэншуй в моем саду». Сейчас география моих достижений расширилась. Я съездил в детский лагерь Артек и в детский образовательный центр Сириус, где также увидел много очень важных точек географии. На самоизоляции я перечитываю книги Камилы Зиганшина. Ребята, изучайте географию. Ведь именно этот предмет откроет вам новые горизонты. Когда я вспоминаю, как я полюбил географию, я всегда раскрываю и рассматриваю эту уже состарившуюся политическую карту мира. По ней в детстве я познавал мир вместе со своей любимой прабабушкой. Сейчас эта карта служит мне памятью о них. Также большую благодарность выражаю своим любимым учителям географии Ирите Оксановне и Ирите Дамировне, которые в школьные годы окончательно поставили меня на путь географии. Теперь без этой науки я свою жизнь просто не представляю. Сейчас я учусь на географическом факультете Башкирского государственного университета. А когда исполнилось 18 лет, я не раздумывая вступил в русское географическое общество. И в своей дальнейшей жизни я планирую работать над популяризацией знаний географии не только в Республике Башкортостан, но и по всей России. Дорогие друзья, познавайте мир, любите географию, поверьте, в жизни она вам обязательно пригодится. Внимание! Региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан продлевает флешмоб на все майские праздники. Покажи всем, что в период самоизоляции ты не теряешь время. Сделай фото на фоне занятий. Если ты читаешь книги, смотришь документальные фильмы, занимаешься самообразованием и любишь географию, то размести фото в социальных сетях с хэштегом РГО, РБ, дома. Итоги подведем 12 мая. РГО, дома. Оставайтесь и вы. Ну и продолжит нашу программу фильм, снятый весной этого года во время снегоходной экспедиции, организованной активистами Башкирского отделения РГО и спортивно-патриотическим клубом имени Сергея Тимофеевича Аксакова по Аксаковским местам. Экспедиция была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Великая русская литература это такая тайна, это такой клад, который ждет своих открывателей. И современная молодежь может радоваться тому, что у нее есть такой клад, который она еще может долго-долго для себя открывать. И среди великой русской литературы имя Аксакова особым образом стоит, особое место имеет. И каждый человек, конечно, откроет Аксакова для себя сам. Наш поход сегодня совмещен еще с одним событием. В преддверии 75-летию победы мы не можем о том сказать. Поэтому мы идем, мы идем со знаменем победы. И где у памятников мы будем это отмечать. Лично я вот еду, ну и работники музея во имя Аксакова. Мы едем для того, чтобы люди по пути нашего следования знали об Аксаковых. Для этого мы встречаемся со школьниками, мы встречаемся с жителями, мы везем туда книги о Аксаковых и об Аксаковых. И мы сегодня с высоты своего положения человека, умудренного техническими новшествами, всевозможными приспособлениями в жизни, самолетами, лифтами, стиральными машинами, у нас оказывается высвобождено время. А для чего? Куда мы тратим это время? Так вот Аксаковы, которые это время тратили на то, чтобы быть друг с другом, жить жизнью твоих близких людей, развивать их, развивать себя. И они много путешествовали. Путешествовали на каретах. Это было очень тяжело. Эта дорога, которую сегодня на снегоходах прошли за полдня, занимала целый день на лошадях. Но эта дорога, она тоже приучала к созерцательности. Она приучала к тому, чтобы наблюдать, что происходит вокруг. Очень рады мы вас видеть в стенах нашей школы очередной раз. Это стало такой хорошей, доброй традицией для нашей школы. Наша школа молодая, и нам такие хорошие традиции очень нужны. И мы вам очень рады. На сегодняшний день мы проходим уже шестую снегоходную экспедицию по Аксаковским местам. И эта снегоходная экспедиция посвящается полсотлетию первого нашего губернатора, в губернии Аксакову, Григорьеву Сергеевичу. И также у нас еще имеется вторая немаловажная тематика. Это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Ребята, я вам привезу поклон Самарской земли от Аксавского комитета Самарской области. Самарская земля тоже, естественно, связана с семьей Аксаков. Григорий Сергеевич, который вам сейчас показывали, был губернатором Оренбургским, затем Муфимским, а затем Самарским. И в этом году у нас будет поставлен памятник Аксакову. Мы вот с супругой хотим вам подарить фотоаппарат для школы. Вы фотографируйте, запоминайте то, что на фотографии. Самые лучшие места, самые лучшие эпизоды вашей жизни. Это точная копия знамени Победы, которые в 45-м году уже над Рейхстагом. Динар Равильевич, это знамя, дарит кому? Мы каждую зиму ждем этого мероприятия. Готовятся учителя, готовятся дети. Учим произведения Сергея Тимофеевича Аксакова, изучаем его биографию, оформляем классные уголки, оформляем выставки. То, что сейчас снегоходный поход идет по Аксаковским местам, по тем дорогам, по которым и Григорий Сергеевич, будучи губернатором, перемещался, это, конечно, прекрасная дань его памяти. И надеемся, что все, кто увидит и услышит об этом, прочтут о нем. Ну и задумаются о своей жизни, ради чего они живут. Сегодня, 28 февраля 2020 года, в год памяти и славы на гостеприимной, тавликановской земле, в сквере, на аллее героев Советского Союза, Веропонтова Владимира Петровича, в торжественной обстановке, с глубоким чувством уважения, приветствуем членов экспедиции традиционного снегоходного похода по Аксаковским местам Республики Пашкортостан. Я хочу сказать, что в нашей стране патриотических клубов достаточно много. Ну, вот такого, как патриотический клуб имени Аксакова нету. И самое главное, что в нем собраны люди, единые по духу. И патриоты именно своей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова День Победы, День Победы, День Победы. По-флотски вечная память героям. Два коротких, один протяжный, на три-четыре. Ура! 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 День Победы, День Победы. На мой взгляд, очень правильная позиция нашей команды, в первую очередь, относительно того, что здесь говорится о семье. А это и есть Родина. На самом деле, действительно много проблем. А вот именно вот такое направление, в первую очередь, несет залог здоровой личности. И это очень важно. Пример для молодых людей, что вот так надо активно. И не просто отдыхать с культурной миссией. Сегодня у нас последняя точка нашей экспедиции. Это деревня Курятмясова. В этой деревне находится памятник павшим воинам Великой Отечественной войне. Эту стеллу мы, конечно же, посещаем. Эту стеллу мы отмечаем на своем курсе. Встречаемся. Мы также встречались с школьниками, с народом этой деревни. Нас очень хорошо встретили, достаточно тепло встретили. Хочу поблагодарить всех участников нашей экспедиции. Очень интересные дни были. Все молодцы. Спасибо. До скорой встречи. Очень интересно, что привлекает современных людей в Аксакове, в этом писателе, который писал в середине XIX века, о котором мы знаем с детства только его сказку «Аленький цветочек». И, конечно, мы даже за эту сказку благодарны ему. Они несут эти крупицы знаний, а главное, они несут те чувства, которые несут эти люди, свою любовь к Аксакову, к своей природе, к своей земле, к родине. Они несут и показывают молодому поколению, что все это живо, что это настоящее, что это непростые слова, а вот эти чувства в реальных людях. И у детей загораются глаза, и действительно эти встречи обогащают всех, и снегоходчиков, и зрителей, и я думаю, они будут еще много-много раз радовать нас своими походами. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Будьте здоровы и оставайтесь дома. С майскими праздниками вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова